Добрый час! Тема нашего урока – переместительное свойство умножения. Сегодня на уроке вы познакомитесь с переместительным свойством умножения. Мы сюда пришли учиться, не лениться, а трудиться. Работаем старательно, слушаем внимательно. Есть много способов сохранить и поддержать своё здоровье. Один из таких способов – это туризм. В поход можно отправляться на велосипеде и даже пешком. Это позволит увидеть много интересного и укрепить здоровье. Перед любой поездкой нужна подготовка. Немного посчитаем. Назовите число, которое на восемь меньше, чем семнадцать. Девять. Уменьшите шестьдесят пять на пять. Шестьдесят. Найдите разность пятидесяти шести и двадцати. Тридцать шесть. Назовите число, которое на шесть больше, чем тридцать два. Тридцать восемь. Найдите сумму двадцати трёх и пяти. Двадцать восемь. Увеличьте шестьдесят восемь на двенадцать. Восемьдесят. Давайте рассмотрим ситуацию. На туристической базе в пеший поход отправились три группы по пять туристов. Как узнать, сколько всего туристов отправились в поход? Правильно. Нужно сложить вместе все группы. К пяти прибавить пять, прибавить пять. Эту сумму можно заменить произведением. Пять умножить на три. Получится пятнадцать. Всего в поход отправились пятнадцать туристов. На следующий день на велопрогулку отправились пять групп по три человека. Сколько человек участвовали в велопрогулке? Нам опять нужно сложить всех участников прогулки. К трём прибавить три, прибавить три, прибавить три и прибавить ещё три. Заменим сложение умножением. Три умножить на пять. Получится пятнадцать человек. Скажите, кого было больше, велосипедистов или пеших туристов? Пеших туристов было пять умножить на три, получится пятнадцать. А велосипедистов три умножить на пять, получится пятнадцать. Значения произведений одинаковые. Значит, количество велосипедистов и пеших туристов одинаковое. А теперь посмотрите на множители в первом и втором выражениях. Что вы заметили? Множители в первом и втором произведениях одинаковые, но занимают разные места. Это одно из основных правил умножения. Запомните, от перестановки множителей произведение не меняется. Давайте зашифруем это правило с помощью букв. Если первый множитель А, второй множитель Б, то правило будет выглядеть так. А, умноженное на Б, равно Б, умноженному на А. Это правило может пригодиться при вычислениях. Рассмотрим выражение. Двадцать умножить на два. Это к двадцати прибавить двадцать. Получится сорок. Значит, и по два взять двадцать раз тоже получится сорок. Попробуйте сами. Тридцать пять умножить на два. Это к тридцати пяти прибавить тридцать пять. Получится семьдесят. Значит, и два умножить на тридцать пять тоже получится семьдесят. Сорок два умножить на два. Это сорок два плюс сорок два. Получится восемьдесят четыре. Значит, и два умножить на сорок два тоже получится восемьдесят четыре. А можно ли сравнить выражение, не проводя вычислений? Давайте проверим. Восемь умножить на три и три умножить на восемь. В значениях какого выражения больше, а какого меньше? Правильно. Одинаково. Потому что одинаковые множители поменяли местами. Что больше? Произведение чисел тридцать один и шестнадцать? Или произведение чисел шестнадцать и тридцать один? Правильно. Одинаково. Потому что одинаковые множители поменяли местами. Что больше? Десять умножить на семнадцать? Или пятнадцать умножить на десять? Один из множителей одинаковый, но второй нет. Семнадцать больше пятнадцати, значит, первое произведение больше, чем второе. Молодцы! У вас отлично получается. После окончания урока откройте учебник на странице двадцать пятой и выполните пятое задание до конца. Вы уже умеете составлять краткое условие к задачам. Попробуйте составить задачу по краткой записи. Например, туристическая база получила 25 взрослых велосипедов, 37 подростковых и 30 детских. Сколько всего велосипедов получила туристическая база? Давайте решим задачу. Какое действие поможет ответить на главный вопрос задачи? Правильно! Сложение. Нам известны все данные, и мы можем их сложить. Давайте запишем решение задачи одним выражением. К двадцати пяти прибавить 37 и прибавить 30. Получится 92. Значит, 92 велосипеда получила турбаза. Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. Наш урок закончен. Пришло время подвести его итог. Сегодня вы узнали о переместительном свойстве умножения. Запомнили правило. От перестановки множителей произведение не меняется. Оцените свою работу на уроке. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на наших уроках, где мы обязательно узнаем что-то новое и интересное. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова